Каждая семья Ибен жила простой жизнью. Их дома были построены из некого вида материала, сходного с глиной. Все постройки были одинаковые. Интерьер дома состоял из четырех помещений. Спальня, где все Ибены и спали на циновках. Комната для приготовления пищи. Семейная комната, она была самая большая в доме. И небольшая комната для отходов, по-нашему туалет. Это вызвало интерес у нашей команды. Ибены не имеют физиологической необходимости постоянного освобождения тела от отходов, как это делает человек. Тело Ибена является чрезвычайно эффективным при переработке продуктов питания. Что касается культуры Ибен, они имели форму музыкальных развлечений. Музыка звучала, как тональные ритмы. Ибены любили танцевать. Определенные периоды работы они отмечали в ритуальном танце. Ибены образуют круг и танцуют вокруг него, слушая мелодию. Их музыка состояла из звуков колоколов и барабанов, или что-то похожее на это. Ибены также любили играть в игру вроде футбола, но с большим мечом. Хотя у цивилизации Ибен не было телевизоров, радио и тому подобного, но у каждого Ибена было небольшое устройство на поясе. Это устройство приказывало выполнять конкретную задачу, показывало новости ожидаемых событий и так далее. Устройство имело экран, похожий на экран телевизора, только как бы в объемном формате. Вероятно, это было что-то вроде 3D, но в те времена люди еще не знали таких технологий. Ибены живут очень строгой жизнью. У них во всем регламент. У них также есть армия, но военные действуют как полиция. Мы ни разу не увидели ни одного преступления. Их военные не носят никакого оружия, но имеют отличную от других форму. Каждый Ибен уважает эту форму. Военные патрулируют все время. Они ходят парами и, похоже, очень дружественные, но могут быть очень строгими. Мы видели, как они отчитывают двух Ибенов, которые что-то нарушили. Ибены военные очень уважительны к нам, но не позволяют нарушать их обычаи и законы. Поэтому они всегда предупреждают нас о какой-либо проблеме. Входить в частные дома запрещается. Мы сделали это однажды и были вежливо выдворены военными. Нам показалось, что военных на этой планете больше, чем необходимо. Однажды мы даже наблюдали тревогу с боевой готовностью военных. К нам в помещение вошла наша гид и попросила нас оставаться внутри и не выходить. Объяснила это тем, что на орбите их планеты обнаружили неизвестный космический аппарат и заверила, что военные позаботятся об этой проблеме. Но мы все-таки не послушали ее, взяли свое оружие и вышли на улицу. Там мы увидели военных, на этот раз с оружием и с чем-то вроде полевых рюкзаков. Они были явно в полной боевой готовности. Тревога не продлилась слишком долго. Наш гид вернулась и рассказала, что все в порядке и тревога закончилась. Мы спросили у нее, что за космический корабль был на орбите Серпо. Она ответила, что это был не космический аппарат, а просто космический мусор и военные оставили все как есть. Мы не поверили ей. Но у нас не было возможности узнать правду. На Серпо был повышенный уровень радиации. Все члены команды получили большие дозы облучения во время пребывания на планете. С питанием у землян были тоже проблемы. Команда в основном питалась пайками военного образца. Со временем они закончились, и нам пришлось перейти на питание ибенов. Они занимались выращиванием овощей. Наша команда нашла овощи, похожие на картофель, но отличающиеся по вкусу. Также был некоторый тип салата, репы и помидоров. Только эти овощи были похожи на земные. Ибены выращивали множество других овощей. Значительную их часть они ели сырыми. У ибенов была некая белая жидкость, на первый взгляд похожая на молоко. Но попробовав ее, наша команда поняла, что это разные вещи, как на вкус, так и по содержанию. Жидкость добывалась из небольшого дерева, растущего в северной части планеты. Ибены литрами доят эти деревья для получения этой жидкости. Им доставляет удовольствие пить этот материал. Члены нашей команды так никогда и не поняли, в чем прелесть этой жидкости. Ибены готовят пищу. Они делают жаркое в горшках, которое было крайне безвкусным для нашей команды. Мы использовали много соли и перца, когда ели это жаркое. Они также пекут хлеб. Это был не дрожжевой хлеб и достаточно вкусный, но он вызывал тяжелые желудочные расстройства у членов нашей команды. Мы вынуждены были пить большое количество воды, чтобы переварить этот хлеб. Единственной общей у нас и ибенов пищей были фрукты. Плоды, хотя и отличаются от всего, что мы видели, были сладкими. Некоторые из плодов напоминали по вкусу арбуз, другие напоминали яблоки. С водой на серпо у нас возникла проблема. Вода на их планете содержит ряд неизвестных химических веществ. В конечном итоге нам пришлось кипятить воду перед употреблением. Увидев это, ибены построили небольшой завод, обеспечивающий водой нашу команду. В процессе исследования планеты серпо нашей командой были обнаружены многочисленные виды животных. Первое увиденное нами животное было похоже на броненосца. Это существо было крайне враждебным и несколько раз пыталось напасть на команду. Сопровождающие нас ибены использовали некоторый тип звукового устройства с направленным звуковым лучом, чтобы отпугнуть это существо. Другое животное было похоже на пуму, но с длинным мехом на шее. Это животное было любопытным, но не считалось враждебным у ибенов. В исследовании южного полушария команда нашла очень длинное и большое существо, которое представляется было змеей. Это существо было смертоносным, как объяснили нам ибены. Голова животного была большая и имела почти человеческие глаза. Это было единственный раз, когда наша команда использовала оружие и убила существо. Ибены не были расстроены тем, что команда убила это существо, но были расстроены тем, что использовалось оружие. Наша группа хотела съесть мясо животного, но сопровождающие нас ибены вежливо сказали, что этого делать нельзя. Что касается птиц, существует два вида летающих существ. Одно похоже на ястреба, а другое было похоже на большую летягу. Оба вида не были агрессивными. И мы так никогда и не смогли поймать хотя бы одну для проверки. Водоемы на серпу не содержат рыб, но в некоторых из них в районе экватора обитают странные существа, похожие на земных угрей и около 20 метров длиной. Однажды у нас произошел неприятный случай с ибенами, можно сказать конфликт. Как-то раз к нам пришел высокопоставленный ибен и попросил предоставить ему некоторые вещи. Большинство его требований мы удовлетворили. Но нас насторожила его просьба получить от нас образцы крови. Наш ибен гид объяснил, что кровь или жидкость здоровья, как они ее называли, была необходима для создания любого лекарства для нас, если оно когда-нибудь нам понадобится. Но ученые из нашей группы предположили, что образцы крови могут быть легко использованы для других целей. Тогда мы предложили использовать для этого тело 308-го, того самого члена нашей команды, который погиб во время полета на космическом корабле. Но оказывается, что ибены уже это сделали, объяснив нам это тем, что они использовали нашего человека для опытов с клонированием. После этого создалась напряженная ситуация между нами и ибенами. Двое наших людей сразу пошли за оружием. Мы сказали, что тело члена нашей команды не принадлежит ибенам. И мы имеем полное право забрать его. Ибены сначала не соглашались, но после того, как поняли, что люди пошли за оружием, предложили не доводить дело до конфликта. Ибен пообещал нам показать лабораторию по клонированию. На этом конфликт был исчерпан, но осадок остался. Мы поняли, что ибены могут сделать с нами все, что угодно и с легкостью. Чуть позже нас пригласили в лабораторию. Когда мы туда отправились, нас сопровождали несколько ибенов. По прибытию нас встретил врач лаборатории. Он очень хорошо говорил по-английски, просто великолепно по сравнению даже с переводчиком. Врач провел нас внутрь. В лаборатории было много ибенов, специальных костюмов из цельного кустка ткани. Нас привели в следующую комнату, где были цилиндрические стеклянные контейнеры. Внутри каждого контейнера были тела. Мы были потрясены. Это были не человеческие тела, по крайней мере не все из них. Мы стали осматривать эти сосуды. В них находились отвратительные на вид существа. Врач сказал нам, что они привезены с других планет и пояснил, что эти существа были привезены сюда для экспериментов. Они не являются разумными. Он использовал слово «животные». Первое создание, увиденное внутри контейнера, напоминало ежа. Второе, увиденное нами животное, было похоже на монстра. Оно имело большую голову с большими глубокими глазницами. Следующее существо выглядело так, что мне даже не с чем его сравнить. Оно имело кроваво-красную кожу и две точки в середине, которые, возможно, были глазами. Нет рук и ног, покрыто чешуйками. Может быть, это рыба. Следующее существо было человеческого типа, но кожа была милого-белая. Мы больше не могли смотреть на этих существ. Нам было неприятно. Нас провели в большой зал, напоминающий больничную палату. Там было много кроватей. В каждой кровати было живое существо. Так врач называл их. Он пояснил, что все они были клонированы и выращены искусственно. Мы попросили объяснить, каким образом это происходит. Но врач ответил, что он не может объяснить этот процесс на английском языке, поскольку не знает подходящих слов. Существа были похожи на людей, по крайней мере, большинство из них. Два существа в конце помещения выглядели как люди, но только с собачьими головами. Они были в состоянии сна или наркоза. Мы спросили у врача, каким образом использовали нашего члена команды при клонировании. Врач показал нам существо. Мы были потрясены. Это существо с кровью и клетками нашего товарища по команде выглядело как большой эбен. Но руки и ноги были как у людей. Как же они смогли вырастить это существо так быстро? Очевидно, это намного выше нашего разума. Мы увидели все, что хотели, и сказали эбенам, что хотим уйти. Мы увидели темную сторону этой цивилизации. Эбены не гуманная цивилизация, как мы думали раньше. Но мы должны признать, что они не скрывали ничего. Врач говорил с нами откровенно, как с эбенами. Судя по всему, они просто не знают, как лгать. Слово ложь им неизвестно. Следующим этапом нашего ознакомления с планетой было путешествие на север Серпо. Добравшись до северного полушария, группа обнаружила большие изменения в климате и ландшафте. Мы увидели деревья, похожие на вечно зеленые деревья Земли. Здесь вообще было много растительности. В одном районе были замечены болотные угодья. В этих краях была умеренная температура, в пределах от 10 до 25 градусов выше нуля по Цельсию. Эбены построили там небольшое поселение для нашей команды. Группа продолжала изучение северного полушария, где по мере приближения команды к Северному полюсу температура значительно понижалась. Ученые обнаружили горы высотой 4500 метров и долины, находящиеся ниже условно созданного командой уровня моря. Это были пышные зеленые поля, поросшие некоторой формой травы. Уровень радиации в Северном полушарии был ниже, чем на экваторе и в Южном полушарии планеты. На Северном полюсе стояла холодная погода, и команда увидела первые признаки снега. Снежные пятна лежали на земле вокруг Северного полюса. Максимальная глубина снега составляла около 6 метров. Температура была постоянной, 0 градусов по Цельсию и не изменялась. Ибены не долго находиться в этом регионе. Они страдали от крайнего переохлаждения. Сопровождающие нашу группу ибены носили костюмы, похожие на скафандры со встроенными обогревателями. Из-за сильной жары в центральной части планеты, команда решила не возвращаться назад и остаться в северном полушарии планеты Серпо.